Здравствуйте! Вы смотрите проект «В гости». Сегодня с нами французский пианист Симон Гриши. Здравствуйте, Симон! Здравствуйте! Вы в России, находитесь уже несколько недель. И, как я понимаю, это ваше первое большое путешествие, рабочее путешествие, это гастроли. Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями о России в целом и о Владивостоке в частности. Этот тур стал очень насыщенным для меня в плане эмоций. Он довольно долгий, так что мне удалось побывать во многих городах России. В Перми, Екатеринбурге, затем в Петербурге и Москве. После этого мы отправились в Смоленск. Я, кстати, изначально даже не представлял, где он находится на карте. И вот теперь мы во Владивостоке. Я очень рад, что именно здесь заканчивается мое турне. Для меня это практически край света. Я мечтал здесь оказаться. Вообще у меня сложилось ощущение, что за последние недели я совершил кругосветку. Настолько разными оказались места, которые я посетил. С точки зрения природы, культуры и всего остального. И мое единственное сожаление, что из-за насыщенного графика мне удалось провести не так много времени в каждом из российских городов, чтобы получше поднять их особенности. Можно ли сформулировать, что является вашим самым сильным впечатлением от России вот на сегодняшний день? Я думаю, что главное впечатление, которое я увезу, это русская щедрость. Я говорю в первую очередь об общении с публикой. Я был и в маленьких залах, и в очень больших. И каждый раз залы были заполнены людьми, которые очень щедры в проявлении своих эмоций. На самом деле, перед началом концертов, а также после концертов, в частном общении с новыми знакомыми, у меня была возможность почувствовать это отношение. И я хочу сказать, что ваша щедрость заключается прежде всего в сердечности русских людей. Симол, ваша карьера развивается, насколько я могу судить, просто великолепно. Вы уже играли в тех залах, о которых многие музыканты могут только мечтать. А скажите, было ли в начале вашего профессионального пути какое-то событие, конкурс, фестиваль, что-то, что стало переломным ключевым моментом в том, чтобы карьера пошла вверх? Я считаю, что музыка – это в первую очередь искусство, а не соревнование. И каждый музыкант должен найти свое собственное место в культурном мире, а не отвоевать его у кого-то другого. Мы все ищем свой подход и свой путь. Моя карьера развивалась достаточно естественным образом. По сути, это была череда разных событий и встреч, которые последовательно сменяли друг друга. Началось все, пожалуй, со школы. Я закончил Парижскую консерваторию, потом я учился в Хельсинки. Это тоже дало мне много встреч и много навыков. А затем еще четыре года я провел в Нью-Йорке. Там я в полной мере соприкоснулся с разными стилями и жанрами музыки. Это джаз, поп, классика. И именно там у меня состоялась масса встреч с музыкантами, как моего возраста, так и значительно старше. Ну и моим первым знаковым залом, собрать который мечтает каждый музыкант, стал Нью-Йоркский Карнеги Холл. Это было незабываемо. Ваш образ во многих смыслах выбивается за рамки типичного представления о классическом музыканте, начиная с внешнего имиджа и заканчивая вашим репертуаром, где вы смешиваете типичную классику и произведения современных композиторов, произведения латиноамериканских авторов. И в прессе вас часто называют рок-звездой от классической музыки. Насколько вам нравится такое определение в отношении себя? Меня действительно так называют, и мне, в общем-то, нравится этот термин. Но по большому счету меня мало волнует, кто и какие определения мне дает. Я классический музыкант, у меня классическая школа и по большей части классический репертуар. При этом не будем забывать, что я молодой человек, который живет в 2019 году. Я представляю эпоху, в которой живу, а не эпоху тех композиторов, в которых играю. И хоть мне и лестно было бы посмотреть на выступления Бетховена и Рахманинова, потому что они были талантливыми людьми и соответствовали своему времени, но моя задача — быть прежде всего современным человеком. Соответственно, то, как я одеваюсь, как веду себя, насколько активно я представлен в социальных сетях, все это вполне соответствует духу сегодняшнего времени. Но при этом я считаю, что этот факт никак не влияет на мое исполнение классического репертуара, которому уже 250 лет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ваша линия жизни, ну, точнее, линия жизни вашей семьи, наверное, довольно интересная. Вы стали неким произведением своих родителей, которое вобрало в себя черты сразу нескольких национальностей. У вас есть ливанские корни, мексиканские корни, а по месту жительства вы европеец, поскольку живете в Париже. Скажите, вот такая мультикультурность, которая в вас заложена, это безусловное преимущество? Или на каких-то этапах это могло создавать для вас, поскольку вы, как сказали, классический музыкант, некоторые сложности? Знаете, наличие разных культур в себе – это богатство, которое ты осознаешь, можешь оценить и воспользоваться его плодами скорее во взрослом возрасте. Когда я был маленьким, конечно, я был немного потерян, потому что мне было не вполне ясно, кто такие ливанцы, кто такие мексиканцы, почему я живу во Франции. Но это безусловное богатство – говорить на нескольких языках, чувствовать и знать разные культуры, разбираться в кухне всех этих стран. Это всегда приятно. Что касается классической музыки, то в этой сфере вы скорее столкнетесь с исполнителями, которые являются чистыми французами, русскими, немцами или британцами. И, соответственно, чтобы доказать миру, что ты, будучи такой гремучей смесью, можешь вровень с ними играть тех же Бетховена или Рахманинова, это требует чуть больше усилий, таланта и учебы. Сегодня я однозначно убежден, что это преимущество. И эта тройная культура, которая есть во мне, дает свои положительные плоды. Я очень горд и тем, что я ливанец, и тем, что я мексиканец, и тем, что я впитал в себя французскую культуру. По сути, это три флага, которые я несу с собой по миру. Субтитры создавал DimaTorzok Я знаю, что вы тот исполнитель, который ценит современных композиторов, дружит с современными композиторами и иногда заказывает им музыку. Скажите, что влияет на ваш выбор, когда вы заказываете музыку тому или иному композитору? Ищете ли вы тех, кто наделен талантом двигать музыку вперед, что называется? Знаете, это немного перекликается с тем, что мы уже обсуждали, с тем, что я современный человек и музыкант. Когда я выбираю современных композиторов, мне интересно, как живут и как чувствуют музыку они, что влияет на их восприятие. Конечно, я бы не отказался от возможности взять телефон и позвонить Листу или Рахманинову, чтобы уточнить, как бы им хотелось, чтобы я исполнил их произведение. Но ввиду того, что это невозможно, я общаюсь с композиторами, которые являются моими сверстниками. Мне всегда интересно быть рядом с ними в момент создания их произведения, поскольку я хочу, чтобы это перекликалось с моей техникой игры и видением музыки. Те вибрации, которые чувствую я, мне бы хотелось, чтобы они переносили на нотный лист. В частности, я заказывал музыку такому немецко-канадскому композитору, как Чили Гонзалес. Он известен прежде всего не классическим репертуаром, а работой в таких жанрах, как поп, рок, рэп. Мне очень интересно работать с людьми, которые подвержены разным влияниям, поскольку главное, что я ищу, это именно смешение стилей и жанров. Субтитры создавал DimaTorzok Я знаю, что помимо того, что вы являетесь исполнителем, вы с удовольствием уже делитесь своим мастерством с более молодыми пианистами, музыкантами. И вот я прочла в прессе, что один из принципов, которым вы руководствуетесь как педагог, это перенят у одного из ваших профессоров так называемый принцип неуверенности. Вот можно ли узнать, в чем он заключается, что это за подход, что это за метод? Для начала хочу сказать, что это действительно очень важно – делиться опытом, передавать информацию и навыки, а главное – поддерживать молодых музыкантов, когда ты сам уже достиг какого-то уровня. Принцип неуверенности – это как раз их ситуация. Они еще молоды, у них нет определенности в карьере, они не вполне понимают, готовы ли до конца посвятить свою жизнь музыке. Я считаю, что просто необходимо уделять время подрастающему музыкальному поколению. И всегда делаю это с удовольствием. Жаль, что во время тура по России у меня не было достаточно времени, чтобы встретиться со студентами, но очень надеюсь, что это произойдет в следующий раз. Так вот, мы говорим с ними о принципе неуверенности, поскольку нет единственного верного прочтения того или иного музыкального произведения. Нет единственно верной его интерпретации. Музыкальное произведение – это прежде всего послание его автора. И это послание нужно декодировать. Поэтому каждый музыкант не только вправе, но и должен играть по-своему. В свое время мне повезло, что моя педагога не требовала от меня исполнять произведения по четкому канону. Она всегда прислушивалась к моим пожеланиям и старалась дать возможность выразить музыку по-своему в соответствии с тем, как я ее понимаю. Теперь, общаясь с молодыми музыкантами, я стараюсь научить их к тому же индивидуальному восприятию, пониманию и исполнению музыки. Нельзя бежать на YouTube и пытаться найти там образцовое исполнение того или другого произведения. Нужно пытаться раскрыть его по-своему. И так далее. И так далее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Про вас говорят, что вы и как музыкант во многом притягиваете именно молодую аудиторию. Не является это вашим неким сознательным выбором? Например, когда вы подбираете репертуар, вы каким-то образом ориентируетесь на то, чтобы быть интересным молодому поколению? Или это происходит совершенно без вашего участия, скажем так? Да, это совершенно осознанный выбор и специально сформулированный посыл для публики. Начну с того, что мне сейчас 34 года, и поскольку профессиональный век пианиста достаточно долг, то впереди у меня еще лет 40 музыкальной карьеры. Так вот, мне хотелось бы, чтобы моя публика старела вместе со мной. А это значит, что уже сейчас нужно ее воспитать и приобщить к классической музыке. Большая проблема в залах Европы на сегодняшний день – это то, что туда приходит в основном возрастная публика, люди старшего поколения. Такими темпами лет через 15-20 концертные залы окажутся пустыми, а вечера классической музыки просто перестанут существовать. Поэтому сейчас очень важно воспитать новое поколение публики. Здесь, во Владивостоке, со мной произошел очень показательный случай. Гуляя по городу, я встретился с молодым человеком, который накануне побывал на моем выступлении в Пушкинском театре. Так вот, он особенно отметил вторую часть моего концерта. А это именно та часть, в которой я исполняю произведения современных испанских и латиноамериканских авторов. Я думаю, это как раз та музыка, которая способна разговаривать с современной молодежью. Она разбивает те клише, которыми окутана классическая музыка. Что это скучно, что это может быть интересно лишь старшему поколению. Вот эти все стереотипы нам надо преодолеть и воспитать новое поколение слушателей. Вы, кстати, записываетесь на таком легендарном музыкальном лейбле в области классической музыки, как Deutsche Grammophon, на котором записывались самые легендарнейшие пианисты нашего времени, как Владимир Горовиц или Григорий Соколов. Расскажите о ваших авторитетах в профессии. Действительно, состоять в каталоге легендарного Deutsche Grammophon – это и большая честь, и то, что порой заставляет чувствовать себя совсем крошечным и незначительным. Потому что ты невольно сопоставляешь себя с такими величинами, которых вы перечислили – Соколов, Горовиц. Забавно, что во Франции мы произносим его имя Хоровиц, немного другое звучание. Но в любом случае, этот музыкант – моя главная любовь на все времена. В интернете есть видео одного из последних концертов Владимира Горовица в Большом зале Московской консерватории. Ему там более 80 лет, и играет он изумительно. Так вот, несколько дней назад мне довелось выступать в том же самом месте, и это были невероятные эмоции. В какой-то момент я ловил себя на мысли – боже мой, я сижу на той же сцене, за тем же инструментом, и, возможно, даже на том же стуле, что и он. Это были невероятные переживания. Ну а что касается музыки, которую я слушаю, то это отнюдь не только классика, поскольку, работая в этой сфере, далеко не всегда хочется оставаться в рамках классических произведений. Я очень ценю джазовую музыку, слушаю Элла Фиджеральд, Нину Симон, также я слежу за творчеством многих современных выдающихся исполнителей, например, таких как Элен Гримо, «Это наша национальная гордость», Марта Ардерих и так далее. Чтобы подвести наш разговор к концу и сделать это на какой-то легкой, не совсем серьезной ноте, так или иначе, профессия музыканта, как бы ее ни называли, призванием, предназначением, это все равно работа, и в ней есть своя определенная рутина, да, и, наверное, есть хорошие дни и плохие дни. Вот назовите, пожалуйста, два момента. Первый, в какие моменты вы просто обожаете свою профессию, и второе, в какие моменты вы можете ее ненавидеть. Пусть на короткое время, но все-таки. Это и в самом деле работа, но работа, смешанная с увлеченностью и страстью, в том числе страстью к путешествиям. Конечно, не всегда легко быть постоянно в дороге, менять города каждые три дня и преодолевать расстояние в 10 тысяч километров, как между Москвой и Владивостоком. Но есть моменты, которые все это с лихвой окупают. Это моменты моих выступлений. В каком бы состоянии я ни был, уставший, в депрессии, озабоченный личными проблемами, каждый раз за несколько секунд до выхода на сцену я забываю все и превращаюсь в совершенно нового человека. И нет другого события в моей жизни, которое по своей красоте и наполненности могло бы сравниться с этими минутами. Причем это одинаковое сильное ощущение каждый раз, потому что каждый раз это новая сцена и новые эмоции. Ну а что касается негативной стороны работы, то на мой весьма субъективный взгляд к ней относится зависимость от организаторов. Для меня это сложно, потому что по своей натуре я очень независимый человек. Я люблю жить и работать по своим собственным правилам. А когда организаторы из лучших побуждений начинают проявлять лишнюю опеку, то я начинаю чувствовать себя маленьким мальчиком, которого няня ведет в школу. Вот это ощущение, что тебя держат за руку и куда-то ведут, мне не нравится. Я люблю проводить время между репетициями и концертами так, как мне хочется. Люблю сам исследовать новые места, бродить, фотографировать. Так что, пожалуй, единственный негативный момент – это излишний контроль. Ну что ж, нам пришла пора заканчивать разговор. Я могу только пожелать вам оставаться таким же неординарным, разрушающим все условности исполнителем и человеком. И спасибо большое вам за этот разговор. Было очень приятно. Спасибо. 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 Спасибо.